И, наконец, дискриминант. Когда нам дискриминант действительно понадобится? Когда уравнение имеет вид ах квадрат плюс bх плюс c, и при этом а, b и c не равно нулю. Выглядит страшно. Всегда, когда мы что-то делаем в общем виде, это как-то усложняет конструкцию. Поэтому давайте посмотрим на конкретных примерах. Вот мы с вами, к примеру, решали. х квадрат равно 9. Что у нас получалось? Смотрим. Но вот это явно не похоже на вот это. При этом и то, и другое квадратное уравнение. Но смотрите, если вместо b взять 0, что получится? Вот это слагаемое ушло. Вместо c взять 0, это слагаемое ушло. А вместо a подставить единичку, у нас получится просто х квадрат. Ну, если быть справедливым, из вот этого вот это получить каким образом? Нам нужно, чтобы здесь получилась девятка, значит вместо c нужно подставить минус 9. Иными словами, нам дискриминант понадобится только тогда, когда у нас уравнение квадратное, то есть есть х квадрат, при этом присутствует еще член с одним х, то есть без степени двойки, и еще присутствует вот это c называется свободный член, какое-то число. Вот только тогда нам понадобится эта громоздкая конструкция с дискриминантом. Если у нас нет такого, что a, b и c не равно нулю, хотя бы одно из них нулю равно, то есть либо вот такая ситуация, либо такая, ну такая ситуация вообще уже будет уравнение линейное, то никакого дискриминанта не нужно. Теперь, какой нам нужно развить себе навык? Нам нужно развить навык умения находить a, b и c, для того, чтобы потом, наконец, воспользоваться формулой дискриминанта. Но сперва нужно понять, что туда и как подставлять. Хорошо, давайте с вами возьмем и напишем какое-то квадратное уравнение. К примеру, минус 3х квадрат плюс 4х плюс 1 равно нулю. Вот квадратное уравнение. Давайте с вами сперва найдем, чему у нас равно a, чему равно b, чему равно c. Смотрим, что такое a, это то, что стоит при х квадрат, это минус 3, то есть a равно минус 3. Чему равно b, то, что стоит при х, четверка, и чему равно c, свободный член, единица. Мы видим, что каждый из них не равен нулю и понимаем, ага, тот сложный случай, когда действительно нам понадобится дискриминант. Теперь смотрите, далеко не всегда на экзамене вам все будет сразу подано на блюдечке. Конечно, удобно находить a, b и c, когда вот эта конструкция очень хорошо, как трафаретка, накладывается одно на другое. Давайте посмотрим более сложный случай. К примеру, 3х квадрат равно 5х плюс 2. Тогда нам придется сделать еще один шаг. Привести к стандартному виду, вот это вот стандартный вид. Мы сперва должны вот эту конструкцию привести к стандартному виду и только потом искать, чему равно a, чему равно b, чему равно c. Ну, давайте приводить к стандартному виду. Что получается? Нам нужно все перекинуть влево. Обращаю ваше внимание, порой смущает, что вот здесь плюс, а тут может оказаться минус. Мы понимаем, что, допустим, x минус 3 это то же самое, что x плюс минус 3. То есть минус, конечно же, возможен. Просто на самом деле вычитание это прибавление отрицательного числа. Можно вот так воспринимать. Хорошо, что происходит? Перекидываем тогда вот этим слагаемое влево. Почему влево? Вот здесь у нас 3x квадрат стоит, вот здесь x квадрат. Как бы вот это уже практически на своем месте. Что получается? 3x квадрат минус 5x минус 2 равно 0. Теперь что мы говорим? Ага. Ну, теперь можем спокойно наложить нашу трафаретку. a это то, что при x. b, простите, a это то, что при x квадрат. b это то, что при x минус 5. И c это свободный член минус 2. Обращаю ваше внимание, еще одна опасность. Не забываем про знак. Если здесь минус 2, значит c минус 2. Если здесь минус 5x, то b это минус 5. Будьте бдительны. Ну, почему так? На самом деле вот это можно было бы расписать. Вот есть такой красивый значок, обоюда следует. То есть как бы верный переход как в одну, так и в другую сторону. Можно было бы записать вот так. Вот то, о чем я говорил, что вычитание мы заменяем прибавлением отрицательного числа. Что тогда получается? Мы здесь видим. Вот у нас а. Вот у нас а. Вот у нас b. Вот у нас c. Ну, давайте еще один пример, где нестандартно все расположено. 0 равно 3x минус 7 плюс x квадрат. Понимаем. А, квадратное уравнение. Теперь смотрите. Важный скилл при решении уравнений. Очень полезно уметь взять и перекинуть право влево, влево вправо. Смотрите. Нам привычно, что вот это вот все буквенное выражение было слева, а 0 справа. Что тогда мы можем сказать? Если 0 равно вот этому выражению, то и вот это выражение равно 0. Значит, мы можем просто взять его и переписать. 3x минус 7 плюс x квадрат равняется 0. Так. Хорошо. А теперь, чтобы получился канонический вид, в принципе, не обязательно приводить к каноническому виду. Но, поверьте, гораздо проще. Когда уже вырабатывается автопилот, когда дискриминант, все-таки лучше привести к каноническому виду. Значит, что мы сделаем? От перестановки слагаемых сумма не меняется. Вначале у нас идет x квадрат, потом 3x минус 7 равно 0. Ну и дальше, что мы с вами говорим? Чему равно а, чему равно b, чему равно c? Смотрим. А у нас, обращаю ваше внимание, здесь просто x квадрат, но это просто да не просто. Это то же самое, что 1 умножить на x квадрат. То есть, единица у нас неявно присутствует. Поэтому а равняется единице, b равняется 3, и c равняется минус 7. Вот мы с вами научились приводить к каноническому виду. Это нужно, когда уравнение полное квадратное, где а, b и c не равно 0. Научились находить значения коэффициентов при каждом слагаемом. Ну, в случае c это само c. А теперь мы полностью готовы, чтобы, наконец, взяться за дискриминант.